Перед отъездом я решила пораньше проснуться и прогуляться. На этот раз я не хотела по набережной гулять, потому что мне уже тошнит по этой набережной. Я каждый день по три раза, наверное, по этой набережной туда-сюда, туда-сюда. Уже всё, я не могу. Поэтому решила по улочкам погулять. И смотрите, какой дом встретила. Полностью весь в цветах. Я думаю, за ними ещё ухаживать же, наверное, надо. Вообще весь-весь-весь. Все балконы, все веранды, все заборы. Мне выглядит, конечно, интересно, но мне кажется, чуть-чуть перебор. Здесь настолько пустыно, потому что сейчас раннее утро, и никого нету ни машин, ни людей. Тишина и птички поют. Представляете, как хорошо здесь, в данный момент. Я так всегда делаю последние дни. Просыпаюсь пораньше, чтобы прогуляться по-тихой. Я стараюсь всегда так делать, просыпаться пораньше и гулять по тишине. В последние дни, конечно же. В обычном, что мне заняться нечем, что ли? Сразу вспомнила мультик «Пингвины из Мадагаскара». Улица Шкибрская. Чай обязательно мне надо найти зелёный. Это, во-первых, мои предпочтения. А мамины предпочтения с шиповником. Она так ляпнула, сказала, «Ну, Алина, давай какой-нибудь, ну, чтобы с шиповником там». А я-то это восприняла прям серьёзно. И я искала именно чай с шиповником, чтобы там был шиповник. Потом я звоню маме, говорю, «Я нашла, всё хорошо». Она смеётся, говорит, «Да не надо было шиповника, можно было любое». Это я так сказала, что там были какие-то интересные ингредиенты. Но всё, я уже нашла себе чай с шиповником. Если вдруг сейчас буду гулять, не найду что-то интересного, я вернусь к себе в отель. И там рядом с нами есть ларёк, где за 200 рублей 100 грамм можно купить себе чаёк. Но опять же, честно могу сказать, я не любитель чая, я вообще не понимаю смысл его. Если ты завариваешь, пахнет он вкусно, а на вкус он безвкусный, какой-то никакой. Либо его надо ещё больше заварить, но тогда он будет очень крепкий, и это мне тоже не нравится. В общем, я не знаю, надо что сделать, чтобы чай был такой консистенцией, такого вкуса, чтобы прям вот... В общем, я не могу найти в чае идеальную середину, поэтому я его не люблю. То ли дело вода с лимоном. Чем больше лимона, тем вкуснее. Я сейчас наблюдаю впереди пятёрочку и понимаю, что мне что-то в самолёт надо взять. Потому что мы летим уже не аэрофлотом, а уральскими горами, как-то так. А там, если я не ошибаюсь, навряд ли это нас будут кормить. А если будут кормить, то какие-нибудь сэндвичами, то есть бутербродами. Наверняка за это время я смогу проголодаться. Хотя, зная себя, я могу долго не есть. Возможно, я поем просто перед выходом, то есть в столовую схожу, там что-нибудь перекушу, или я всё-таки скажу какую-нибудь по тип пятёрочку и куплю себе батончики или орешки, там придумаю что-нибудь. А в прошлом году мы летали авиакомпанией Победой. Мы летели пять с чем-то часов и нас не покормили. Нам предложили максимум это обычную воду. Я даже не помню, была ли там газированная. Но сам факт, что я была на тот момент немножко голодной, ну, потом прилетели, господи, пять часов не поела, ничего страшного. Но было неприятненько, потому что я планировала что-то там поесть. Вот то ли дело аэрофлот, да? У них и рыба, и мясо, и что-то типа для людей, которые постятся сейчас. И куча всяких напитков. Кофе, чай, потом они второй раз приезжают, предлагают. Потом третий раз предлагают ещё какую-нибудь газировочку взять. Кстати, вот впереди, видите, там вот написано мука. Я как раз-таки в то направление иду, потому что там есть ларьки всякие, где продаются сувенирчики, вкусняшки. Я вот подумала, посмотрела прошлые видосы, я покупала ещё вкусное пахнущее мыло. Наверное, по традиции, я его тоже маме куплю. Хотела сказать отдельно про растительность, про природную составляющую Сириуса или Адлера. Мы где-то посередине просто находимся, в Сочи. Но она здесь, правда, обалденная. В плане того, что мы вот тренируемся в одном отеле, в Спорт-Инг, и даже там очень много всяких интересных растений, которые пахнут. Именно пахнут. То есть, получается, ты тренируешься, справа у тебя морской бриз, когда ветер сильный, как будто бы долетают до тебя эти капельки морской воды, а слева у тебя елки зеленые, да? И ты вдыхаешь то зеленью, то морским бризом, то зеленью, то морским бризом. И это сочетание настолько интересное, настолько приятное, что не передать словами. Оливы. Европейское. Как красивое дерево. Спасибо, последний день побаловать и купить себе Кюр-Чхелу. Блин, такая вкусная, абрикосовая. Я спросила, есть ли какая-нибудь более покислее, что-нибудь такое? Она говорит, ну, они все остатки, но абрикосовая будет прикольная, возьмите. И правда, мне так нравится. Первый раз вообще пробую абрикосовую Кюр-Чхелу. На самом деле, я просто орешков захотела. Думаю, ну, почему бы в соке ее не взять? Я последний раз, когда пробовала Кюр-Чхелу, мне она так не понравилась. Наверное, она просто неудачная была. А эта, эта обалденная. Сейчас еще погуляю, вернусь к себе. В отеле там куплю чай, потому что ценник на чай везде одинаковый. Либо 300 рублей, либо 200 рублей 100 грамм. то есть зачем мне носить с собой чай, когда я могу просто вернуться и купить там. Пока ем я Кюр-Чхелу, вспомнила 15-й год, когда мы с мамой летали в Сочи. И я чуть ли не каждый день ела Кюр-Чхелу. На тот момент она стоила 20 рублей, прям как сейчас, вспомню. Пошла в парк, и я словила себя на мысли, что я давно не видела одуванчиков. Ой-ой-ой. Мне так нравится. Это, наверное, один из моих любимых цветков. Не только мне одной нравятся одуванчики. После этого я сразу же отправилась на море, покупалась, обгорела, а уже сейчас нахожусь в аэропорту. В самолете я планировала учить физиологию, но все мои планы разрушились, как только я познакомилась со своим соседом. Оказывается, он тоже учится в лесговте, но со спортом у него все намного серьезнее, чем у меня. Поэтому вам было интересно послушать истории. А в конце мы посмотрели фильм. Экстрое моментальное включение. Хочу сказать, что сейчас мы едем на тренировку, чтобы опробовать новые мечи. Обязательно засниму, как они выглядят. По тренировке я сразу же мчусь на учебу, чтобы доздать некоторые долги и взять задания. Вот так. В принципе, день сегодня будет и такой уж сложный. Отдыхаем. Новые мечи. Так, они выглядят. Шесть штук привезли в такой огромной коробке. Девочка везла на машине. Тяжелый. Короче, после тренировки с этими мячами у меня на руке огроменная появилась гематома. Мне они не нравятся, у меня болит рука. Ну а так можно играть ими, если потренироваться. Я думаю, мы привыкнем быстрее.